Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Жигалко. Сегодня я хочу вам продемонстрировать компрессор для промывки системы отопления и водоснабжения, произведенный в Беларуси, белорусское производственное торговое предприятие Brex. Модель этого компрессора Brex Pulse 1000. Компрессор производится и продается с 2019 года. Но недавно белорусы сделали новые настройки. Досмотрите, пожалуйста, видеоролик до конца, в конце вы увидите его работу. На видео вы увидите, что компрессор выдает очень сильную струю воды-воздуха. Как мы этого добились? Мы подали в компрессор 35 литров в минуту воды и настроили подачу воздуха с давлением 8 атмосфер. Если вам не нужна такая мощность, вы можете снизить подачу воды до 20 литров в минуту и снизить подачу воздуха до 4 атмосфер. Давайте я вам покажу, как вы можете это регулировать на компрессоре. Значит, смотрите, сейчас у нас ресивер пустой без воздуха. Прежде чем приступить к работе, мы с вами должны нагнать сюда, в ресивер воздуха. Нажимаю на течение компрессора. Вот пошел набираться. Все, компрессор нагнал в ресивер воздуха 8 атмосфер. Вот здесь мы видим. Этот манометр нам показывает, сколько он будет выдавать мощность воздуха. И вот с помощью этого регулятора мы можем с вами отрегулировать подачу нашего воздуха. Вот видите? Вот сейчас он будет отдавать с мощностью 6 атмосфер. Теперь я отрегулирую на 4 атмосферы. Вы так можете отрегулировать хоть до 0,5. Вот так у нас 1 атмосфер. Вот так у нас с вами примерно 0,5 атмосфер. Теперь давайте поговорим о характеристиках. Самые важные характеристики это Производительность 120 литров в минуту. Максимальное давление 8 атмосфер. Вес 27 кг без шлангов и без упаковки. И 30 кг веса в упаковке. Мощность электрического двигателя 1,5 кВт. Комплектация. В программе есть два вида комплектации. Комплектация номер один. Это сам компрессор и два шланга. Каждый из них длиной 2,5 метра. И с серебовым соединением 3,25 дюйма. Комплектация номер два. В эту комплектацию входит сам компрессор. Два шланга длиной 2,5 метра. И с 1,75 дюйма. И набор для промывки. С помощью реагентов. Что у нас здесь есть? Баночка. Редуктор и инжектор. Так, давай-ка, наверное, соберусь. Покажу, как это выглядит. Вставим. С помощью рекомплектации вы сможете промывать труброво с помощью реагентов, которые позволят вам убрать из труб все известные отложения. Такие как ржавчина, коррозии, известковые кремниевые отложения, бактерии, водоросли, гликолевые остатки, образовавшиеся в результате разложения теплоносителей. Сюда у нас подача воды. Отсюда у нас выходит на потребителя уже с добавленным реагентом. Если вы промываете с помощью реагентов, то вам нужно открыть этот вентиль против часовой стрелки. Если вы промываете без реагентов, вентиль должен быть закрыт. Закрывается у нас по часовой стрелке. Расскажу вам, как пользоваться кнопками включения и выключения компрессора. Первая кнопка – это пуск и остановка компрессора. Вторая кнопка – это непрерывная подача вода-воздух. Третья кнопка – это импульсная подача вода-воздух. Для проведения испытания наших компрессоров я использую насос. Этот насос предназначен для промывки системы отопления и водоснабжения. Это чтобы было вам понятно, с какой мощностью и по таким давлением мы подаем воду в наши компрессоры. Значит, этот насос у нас отдаёт 35 литров в минуту с давлением 4 атмосферы. И теперь вы сможете себе представить, какой вам нужен насос, для того, чтобы эффективно промывать систему отопления и водоснабжения. Это фактически, который сейчас происходит в ресивере. Сейчас мы с вами будем настраивать, что он будет отдавать. Так, пусть я поставил с вами на максимум, на 6. На 6? Не, на 8. На 8 поставил. Всё, ресивер как будто бы напомнился, и мы можем начинать с вами работать. Всё, подаю водичку и пробуем. Чтобы переключиться с непрерывной подачи воды на импульсную, мы должны кнопку непрерывной подачи воды отключить и включить кнопку для импульсной подачи воды. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните к нам по телефону. Наши консультанты с большим удовольствием ответят вам на все интересующие вас вопросы. Желаю всем хорошего дня. Пока.